всем привет я сегодня решил выставить 5 самых любимых своих рыбацких узлов и в принципе я очень очень редко пользуюсь какими-нибудь другими узлами начну я зажатой петли этот узел пришел с детства наверное кто моего возраста может быть и помоложе знают этот узел раньше у нас крючки выпускались где ушко без отверстия потому что дешево штампанули и все и для этого нужно было чтобы все равно крючок привелся надежно так вот есть метод зажатой петли вот так у меня где-то там есть уже выставлен но я хочу показать своих 5 самых любимых рыбацких узлов вот вы делаете петлю я уверен что у меня все хорошо видно но я сейчас постараюсь чуть 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 увеличить чтобы было получше видно вот и даже я не просовываю сквозь ушко вы делаете петлю и обвиваете ее три-четыре раза и конец конец лески вставляете в эту петлю вот есть два типа затяжки вы можете затянуть ее как есть а можете петлю протянуть вот эту петлю зажатую протянуть сквозь обмотки вот так то есть небольшой недостаток протягивание несмотря на то что это получается супер надежный как будем леска немножко деформируется но это не страшно зато можно зато можно обрезать зато можно обрезать здесь почти около самого корня вот это вот давайте скажем один из моих любимых узлов почему еще почему еще этот метод позволяет позволяет привязать два крючка например когда я ловлю судака на живца то я всегда ставлю два крючка один крючок около морды а другой с брюха если судак хватает это только не на щуку щука может порвать порвать леску хотя если делать поводок из флюра то щуке тяжело флюра кусать и рвать ну вот если судак хватает поперек он цепляется на этот крючок даже не надо ему изворачивается и глотать с головы а если с головы то то опять крючок встречается так вот как это сделать это очень просто вы уже наверное поняли пускай это будет второй крючок это может что угодно тройник двойник и так далее на подобное и проблем нет вы делаете длинный конец здесь для того чтобы можно было привязать второй крючок и давайте я немножечко немножечко увеличить чтобы можно было видеть побольше так вот так вот вы делаете сначала здесь делайте там три четыре пять оборотов и в этом случае не надо протягивать сквозь петли просто вот так натянули и и все и привет и все прекрасно и прекрасно у вас завязался крючок и никуда он не денется даже если вы не продели его сквозь ушку ну и соответственно вы можете привязать второй крючок точно там где вы хотите это обычно я привязываю другим другим узлом который является номер два вот то есть следующий по по моим этим по моим любимым узла вот вы привязываете это как улучшенный клинч так так сейчас я улучшенный клинч вам покажу сейчас я вам лучший улучшенный клинч покажу на веревке сначала вот такая штучка получает дело в том что улучшенный клинч вы можете врезать любом месте чтобы точно знать если у вас большой на океане можете вот такую рыбу посадить как живца на реке можете вот такую . могут быть рядом вот я сейчас покажу вам это второй узел мой любимый это улучшенный клинч смотрите как он выполняется выполняется он очень просто он очень просто вставляете резко ушко надеваете этот палец сюда и накручиваете два три делаете оборота и дальше тяните вот у вас получился прекрасный узел клинч один из самых-самых надежных я обрезаю оставляя 5 миллиметров здесь никаких проблем чем он мне еще нравится сейчас покажу очень удивительную штуку давайте я здесь обрежу вот смотрите вы рыбачите не океане ледяной ветер осенью осенью вы в перчатках снимать у вас не заставит перчатки мать родная и вот давайте-ка я покажу что я клинч ни один из узлов я так не могу делать а клинч я могу запинать завязать перчатках зимних это непростые какие тоники перчатки зимние перчатки вот я так беру подлиннее здесь делаю трубана вот и что вот так вот а вот так вот а вот так раз и прямо тут же ведь у меня здесь отверстие отверстие суда отверстие суда вот так вот а вот и пруд клинч но смочили там слюной лучше всего у него есть недостатка когда его затягиваешь петелька она проскакивает через ушко вот так вот вот и завязали вот чем мне нравится то есть руки замерзшие уж я не говорю без перчаток никаких проблем то есть весь весь как бы вся фичка что вы вставляете палец вставляете палец в петлю а это у вас как бы свободу крючок внутри находится это все свободно вы крутите ухватить конец свободные перчатки легко вставить в отверстие потом в другое отверстие вот и все вот почему клинч полученный клинч это один из моих любых любимых злов вот следующий следующий узел который один из моих самых любимых это корова вывезет почему вот вы у вас длинный большой перемет вы ловите кады или чего там где-то запуталась и вам надо быстро 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 связать две лески вот я сейчас сначала покажу его 1 на веревках а потом я покажу на лески значит вы хватаете для делайте длинные концы где-то хватаете вот так даже в перчатках даже перчатках тоже это обычно уловят на лески холод даже минус 56 и надо надо чтобы узел был супер надежный их тоже вот вы крутите раз-два-три-четыре сделали эту петлю накрутили и потом что делаете берете конец одной веревки вставляете его сюда а другой конец вставляете другое место вот у вас получился получился кровавый узел вот так значит и все и вы можете обрезать можете там время у рыбаков которые тянут огромные переметы нет обрезать и вот он значит вот так то выглядит абсолютно надежно ничего тут вот так он болтает почему его называют кровавым узлом но когда вы спускаете перемет и если вы держите голыми руками это вот леска обычно полтора-два миллиметра она обрезана как нож и по рукам по рукам по рукам вместе с кожей и кровь везде поэтому называть кровавым я у меня есть я наверно вам у меня есть выставленный кровавый узел улучшенный я его вот здесь в картах поставлю можете посмотреть там я более подробно показываю так вот какой следующий мой любимый узел а вот какой узел подвесная петля совершенно замечательный узел это просто просто не сказки сказать не перо написать я в любом месте в любом месте лески могу сделать петлю супер надежная супер прочная водка для чего где это делается на переметах или вам нужно привязать спутник на океанском ты не только на океанском и речной где-то там например это основного крючка там спутничек если вы двигаете на дергалку ловите кого угодно там судаков щука тогда этом подобно в основном хищную рыбу который без без лезвенных зубов так вот подвесная петля делается очень просто берется вот так ты видите создается петля и потом крутится леска вот так три четыре раза просовываете петлю в эту отверстие у меня и подвесная петля вот здесь она есть она есть отдельным роликом очень подробный смотрите какая прелесть смотрите как получается все и на леске тоже самое и естественно на океанской ловли крючки ну там я использую чуть побольше крючки для для трески для других для морского волка там ну акулы мы не любим ловить акулы то есть вставляете продевать ну как обычно методом петли привязка крючка вот вот это один из самых моих любимых узлов дальше дальше я теперь покажу вам самый мой любимый узел так вот какой же как вы думаете самый мой любимый узел это хирургический узел это просто уникальная вещь хирургический двойной хирургический как он делается он вот так вот раз и два раза обводить это хирургический три раза двойной хирургический чем он чем он хорош я сейчас покажу на многих применениях и поэтому я считаю его одним из самых любимых узлов если вы начнете завязывать образуется восьмерка вот если вы хотите привязать второй поводок второй поводок то вы просто берете и через эту восьмерку из эту восьмерку привязываете например поводок узлом клинч каким у вошли вашим любимым узлом и затягиваете вот чем чем хороша если вы сделаете чем чем все чем хорошая туза дело в том чем хорош что видите леска выходит из петель и здесь тоже из петель а это и она ровная она не изогнута даже если вы леской затянете она не будет искривлена как обычные разные методы на интернете ребята показывают она не будет искрена вот так и и а здесь а здесь или вы клинчем завязываете или вы конец или вы конец делаете тоже самое узел хирургический узел завязываете это получается у вас как стопранный узел получается вот такое и все он никуда не денется поводок никуда не день со стопорным узлом естественно что естественно что если например вы порвали поводок то вы привязываете вот сюда сверху он достаточно большой этот узел порвали поводок и привязывайте здесь он рыба будет соскальзывать и тостопориться через узел вот что еще чем еще хорош хирургический узел сейчас я вам покажу я всегда использую хирургический узел привязывая привязывая грузила по 600 грамм по 700 грамм вот берете и на конце берет на конце лески если вы хотите грузил привязать вот вы вы делаете петли но побольше от меня здесь здесь это какие у меня здесь подвесная петля вот так то делаем раз раз и два все у вас получается замечательный замечательный замечательная петля на которую можно посадить крючок или посадить грузило вот и хороши этой подвесной почему я поставил в одну в один в два последних в один уровень моих любимых вы можете или сюда грузил и тогда сюда крючок или сюда грузил и тут еще можно если у вас например пять крючков разрешено вы еще можете таких подвесных петель сделать много теперь смотрите если вы хотите чтобы у вас был единичная значит леска то вы делаете большую петлю и обрезаете привязываете любимым любимым узелом свой крючок или что там хотите кормушку привязать все что хотите вот это это вот хирургический узел также также хирургический узел также хирургический узел я использую для привязывания лески катушки это я никогда ничем вот есть там арбор арбор узел вот такой который вот так привязывается так привязывается потом здесь стопорный узел но неплохой да если большая катушка там неплохой узел но мой любимый узел мой любимый узел это конечно формирование формирование через хирургическую через хирургический узел и в принципе такой узел называют его универсальный узел вот я как раз и покажу я как обычно два раза оборачиваю леску чтоб она не скользила и дальше вот делаю смотрите петлю вот так петлю и пожалуйста два раза хирургический обыкновенный узел затягивайте вот и все вот и все никогда у вас не порвется здесь леска почему еще потому что потому что видите как выходит леска основная и она она у нее прочность практически такая же как как и то есть узел практически не мешает самой лески натянуться по прямой с барабана вот это я всегда так привязываю леску к барабану то есть смотрите хирургический узел хирургический узел это 1 1 1 из основ одна из основ создание универсального узла и естественно универсальный узел позволяет вам позволяет вам также привязывать например леску друг с другим связывать и вот у меня выставлен он отдельно этот универсальный узел в основе которого лежит хирургический узел я вам сейчас хочу показать как например связать леску используя хирургический узел то есть практически используя универсальный узел вот вы взяли два конца лески сделали 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 кольцо и вокруг двух лесок вы обязываете мы делаете хирургический двойной хирургический обычно три раза я делаю почему потому что получается вот такая вот штука интересна если вы за это тянете сторону получается вот такая вот интересная штучка вот и ну и соответственно здесь тоже самое делаете соответственно делать тоже самое здесь раз два три вот таким вот образом потянули ну и соответственно соответственно если вы тянете все вместе у вас получается такая штука вот если вы посмотрите универсальный узел я его выставлю вот здесь где он там на видео то можно избежать вот этих вот концов чтоб смотрели смотрели по краям почему потому что в основе grapevine или рыбацкого узла лежит тот же самый тот же самый хирургический узел и если петли сбросить если петли сбросить то у вас получится совершенно замечательный красивый grapevine узел на леске потому что grapevine на леске сделать практически невозможно я это объясняю вот вот фильме который я вам карту выставил то есть ссылку сделал вот и все вот и все мои вот и все мои любимые самые любимые узлы рыбацкие которые покрывают все практически то есть они как привязать крючок там двумя способами как связать леску как привязать поводок в сторону значит второй поводок третий четвертый поводок при помощи подвесной петли при помощи хирургического узла это восьмерочку вы делаете как привязать крючок барабану то есть практически вот это я практически не пользуюсь больше никакими узлами вот ну ну нет ну не пользуюсь я никаким больше узла вот так она чтобы я не делал чтобы я не привязывал то вот эти узлы они вот все ну кроме там как это совершенно другая рыбалка и там есть другие узлы но рыбалки те очень редкие если вам пожалуйста подписывайтесь на наш канал если вам понравилось то ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки и спасибо вам за просмотр да не забудьте жжать на колокольчик чтобы чтобы приходили извещения на новые видео всего хорошего увидимся на следующем ролике а а а Спасибо.